Мы с Василием едем на съемку Kia Rio, едем мы на Lexus ES350, он совсем скоро будет у нас на канале. Сколько должна зарабатывать девушка в паре или жена в браке, чтобы тебе с ней было комфортно? Ни сколько! Ты что, дурак? Вася? Нет! Вася, ну кофе! А он на чем ездит? На Rio. Бля, а это учебная? Учебная? Нет, она беленькая. Грязная белая керри. Скоро вернемся. Наступила зима, товарищи. И сегодняшний наш ролик будет коротким информационным. Об этом автомобиле, друзья мои. Кстати, я никогда не понимал, почему у нас в стране и вообще в мире, судя по продажам белой эмали для покраски автомобилей, почему так любят белый цвет на тачках? Ну, вы понимаете, в какой мы живем в стране? В хорошей. Но у нас грязь, летом она подсыхает, зимой подмерзает. А все остальное время мы, в принципе, живем в грязи. Такие у нас климатические условия, ребят, ничего не поделаешь. И вот, вот что, вы хотите купить белую машину? Чувак, это не белая, у тебя дальтонизм. Вот белая машина, и имя ей Kia Rio 2020. Да, если бы она была чистой и белой, она была бы... Но мы живем в Москве, и здесь так не бывает. Короче говоря, у нас рестайлинговая версия, ребята, вы сразу видите, что, так сказать, изменилась передняя оптика. Она стала 3D-оптикой чисто, потому что спереди ты видишь одно. Сбоку ты видишь другое, правильно? А в три четверти, если стоишь, фары воспринимаются по третьему. И ты понимаешь, что Kia готовится к чему? Обычно рестайлинг идет когда? Когда модель уже, так сказать, ну, подходит к той стадии, когда нужно выпускать следующее поколение, правильно? Так что прошу любить и жаловать. Значит, обратите внимание, как-то сказать, цвет-то какой? Блин, какой же это цвет, а? Ну-ка, Васенька, покажи поближе. Это у нас брусничный. Нет, не брусничный. Баклажан. Сам ты баклажан. Нет, это не красный цвет. И не брусничный. Вот женщины, кстати говоря, отлично понимают оттенки красного цвета. У тебя шапка такого же цвета. Нет, не такого же. Вот, ну и, короче говоря, слушайте, ну это какого, помнишь, Марсала был еще цвет. Но это тоже не Марсала. Ну, короче говоря, вот видишь вот так вот машину, и она красивая. И даже начинаешь забывать, что она стоит миллион тридцать девять тысяч. Вы представляете, дожили до того времени, когда Kia Rio стоит больше миллиона рублей. И, кстати говоря, это не верхняя комплектация. Это комплектация Style. Видите, у нас интересная такая, именно по форме, светодиодная вот эта вот, светодиодный ходовой огонь. Но, к сожалению, сама оптика с обычными галогеновыми фарами. Но, в принципе, на Kia Rio теперь появились и полностью светодиодные фары. Но не в этой комплектации. Значит, что еще изменилось? Ну, боковая линия, я думаю, что ничего тут интересного нет. Ну, то есть, ну, все настолько интересно, что, в принципе, останавливаться не хочется. А вот сзади, как вы понимаете, появились диодные габариты. Красота! А вот мужчина при... Так, погоди, брат, соц. дистанция. Держи, держи, давай, я... Надо все по правилам. Так, где у тебя? Надевай. Так. Так, отлично, надел. Сейчас будет маленькое интервью. Мужчина, это у тебя элантра? Нет, соната. Соната? Да. И какие-то фонари сзади у тебя модные? Ну, это не родные. Вот, я и чувствую, что что-то ты, так сказать, в конструкцию внес. Как зовут? Денис. Надень маску, Денис. Надень, самая главная соц. Чем занят ты в жизни? Ну, а сейчас в поиске работа. Точно? Да. Давай мы тебе поможем. Давайте. Кем хочешь работать? Хочешь сутенером? Неплохо, Баба. У нас и девушка есть уже, в принципе. Мама, да? Так, ну, а раньше с кем работал? Руководитель отдела продаж. А чем? Для Hyundai? Легковые, грузовые, спецтехника. Что скажешь вот про рестайл? Фонари сзади изменились? Крутые? Ну, интересно смотрится. Сколько стоит-то теперь рио, как думаешь? Ну, районе миллион, 900 миллионов. Смирились, да, уже? Все? Да. Ну, а как семейное положение? Двое детей, жена. А как, сколько ты уже без работы? Недели полторы. Ну, еще, наверное, столько же протянешь, правильно? Я думаю, да. А что, жена-то начинает уже пилить? Мол, типа, иди, блин, на работу, Дима, иди ты на работу. Нет. И слава богу, нет. Ну, ты уже не первый раз теряешь работу? Ну, именно так вот, потерял первый раз. А как произошло? Из-за войны на Карабахе. Да ладно? Ну, погоди, то есть ты жертва войны? Да. А что случилось? А мы поставляли запчасти в Армению, в Карабах. И что, перекрыли канал? Ну, людям сейчас не до запчастей. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, а говорят, что, мол, а наши иногда говорят, чего там в новостях показывать всякую фигню? А вот живая жертва, понимаешь ли, правильно? Да. Мужчина, ну, желаю тебе поскорее обрести снова. Все, спасибо. Все, брат, давай. Все, удачи. Что вот скажи, самый главный, вот, минус у машины? Пока не обнаружил. Нет минусов? Сколько ты на ней ездишь? Второй год. Вот, и минусов нет. Видишь, сносу нет. Все, брат, давай, счастливо. Все, смотри себя на канале, большой ты зря. Все, давай, брат, вот. Смотри, какие у него штаны. С крестами. Вот у тебя, Васенька, таких нет. Короче, парни, значит, еще несколько слов. Ну, помимо, опять же, вот смотрите, вот этих вот грязи, которая на белом цвете очень сильно видна. Я, честно говоря, искренне не понимаю, почему наши люди любят белый цвет. И это данный именно продаж не то чтобы по машинам, а по объемам белой краски, которая делается для автобизнеса. Значит, сзади немножко маловато места. Ну, это всегда так было, то есть ничего тут сверхъестественного нет. Я к тому, что больше не стало, поверьте. Да? Ну, мне нравится вот обивка для кресла и для дивана заднего. Ткань, честная ткань. Вот, летом не жарко, зимой не холодно. Вот так. Ну, и надо немножко прокатиться, посмотреть на интерьер, правильно? Потому что двигатель 123 лошади, никаких таких сенсационных изменений нет. Но самое главное, что очень стал резвый автомобиль. То, что я помню, когда много-много лет назад к нам с Рустамом Ивановичем поступил первый Kia Rio, ну, самый первый, то это была такая банка, да еще и тупая. Ничего подобного об этом автомобиле, ребят, сказать нельзя. Очень динамичный и, как мы с Рустамом Ивановичем говорим, один из идеальных поджопников. Ну, то есть сел и поехал на работу, и не паришься. Когда-то таким поджопником был Volkswagen, но он, честно говоря, по цене, конечно, зашкаливает. Теперь таким обычным, простым и надежным автомобилем на каждый день стал Kia Rio. Вот так. Поехали. Ну что, ребята, значит, у нас такая комплектация, еще раз скажу, с названием Style. И она немножко, ну, скажем так, с особенностями, потому что есть навороты и есть, наоборот, отвороты. Первый отворот – это ключ, который надо вставлять. Это, конечно, неудобно. Но, с другой стороны, Kia, ну, всегда позволяла завести двигатель, не нажимая педаль тормоза при коробке автомат. То есть, вот, например, ты оставил здесь, например, женщину. Нет, не умирать, а просто оставил женщину. Сам вышел, оставил ей ключ. Говоришь, замерзнешь – поверни. Она вот здесь, сидя на пассажирском сидении, нажимает, и все, и начинает греться печка. Это хорошо. Печка нагревается быстро, бензиновая, все хорошо. Значит, из приколов. Смотрите, ключ вот такой простецкий, но в этой комплектации есть камера заднего вида. Ну, уж не говоря о парктрониках, это очень удивительно. При этом нет датчика дождя. Видите, зеркало висит просто на липучке. Таким образом вам приходится регулировать дворники, так сказать, вот, ну, как совесть позволяет. Что еще есть из наворотов? Из наворотов, например, беспроводной CarPlay по Bluetooth. Ну, то есть ты телефон коннектишь, не надо шнурок кидать никуда. Просто он, значит, телефон твой поймал, и у тебя работает CarPlay без провода. Ну, и этот, и андроидовский этот, как его, аппарат. То есть вот это преимущество. Ну, руль, посмотрите, видно, что явно что-то не хватает. А чего не хватает? Ну, нет ни круиз-контроля, неестественно, никакого там лимитера, ничего этого нет. Вот, поэтому оставим... А, и главное, что, слушайте, ребята, в этой комплектации нет подлокотника. Потому что много всяких этих выемок, выебанных... Вот эта Васенька, она же забавляется все время, да. Так вот, и, соответственно, а рука висит. Это эргономический минус. И, наверное, я вот в этой погоде почувствовал себе главный минус в этом автомобиле. Как и во многих моделях Kia, то же самое в Sportage. Не помню, в старших моделях есть ли это. Но Kia несколько лет назад отказались от подогрева лобового стекла нитками. И вот сегодня, когда прошел первый снег, со льдом вот это все замерзло, эта вся корка образовалась. Конечно, отогревается это все, если не скрести скребком, а это плохо для стекла, потому что вы царапаете его. Ну, конечно, это все происходит очень долго. Давайте прокатимся с легонцушки. Очень бодрый мотор. Опять же, вопросов нет. Немножко такая пружинистая зажатая подвеска, да. Но по большому счету, вот в первый день, когда ты пересаживаешься, условно говоря, с автомобиля, ну, более высокого класса, конечно, это заметно. Но в конце концов, к этому быстро привыкаешь. Вот, начинаешь обращать внимание, опять же, на красоту. Вот у вас, понимаешь ли, вот такая вот полосочка пластиковая появляется, да, в этой комплектации. Красиво, красиво. Пластик, ну, чудес не бывает, ребята, за миллион тридцать девять. Раньше миллион не было за четыреста, то есть чудес не было за четыреста тысяч, теперь чудес не бывает за миллион. Видите, чудеса дорожают. То есть у вас дубовая торпеда, и она бликует. Ну, у нас погода, в принципе, как вы видите, говно, извините, плохая. Поэтому нечем бликовать. Солнца, собственно говоря, нет, поэтому все нормально, все путем. Вот. Руль с подогревом, вот опять же, на тему наворотов, да, руль с подогревом. Подогрев есть сиденье. Посмотри, Васенька, греются ли задние сиденья. Наверное, нет, скорее всего. В этой комплектации не греются, да. Вот. Но в целом, что надо сказать, парни и девчонки, что еще раз утверждаюсь в мысли. Так сказать, машина на каждый день одна из оптимальнейших. Вот. Значит, спидометр, обратите внимание, к сожалению, нет, вот видите, нет возможности управлять, ну, как бы, в широком диапазоне вот этим бортовым. Компьютером, и поэтому невозможно, например, как в других моделях у того же Kia, выбрать режим, чтобы у тебя спидометр цифровой, что очень удобно, да, был бы во весь вот этот вот центральный экранчик. То есть спидометр у нас мелкий-мелкий, вот, так сказать, сверху, но все-таки есть цифровой, да, то есть можно скорость контролировать с точностью до километра. Расход, как вы видите, у меня 6,6. То есть, в принципе, 6,5, там, 6,8 литра. Достаточно экономичная машина. Не то, что достаточно, а очень экономичная машина, учитывая, что она еще и достаточно бодренькая, да. Так, вот товарищ стоит зачем-то. Зачем стоит товарищ? Так. Так, понаставили тут, понимаешь ли, этих самых светофоров. Что еще надо сказать, ребята? Есть у нас две, так сказать, этих, два прикуривателя, в то время как, значит, передовые автомобили-строители начинают пихать, куда ни попадя, это мини-USB маленькие, да, которые, зараза, где взять эти кабели? Это еще дорогущий, наверное, сертифицированный кабель мини-USB-C, наверное, стоит сколько? Тысяча две, наверное? Пять. Пять тысяч рублей? Да. Что, реально? Настоящие. Блин, да ну, то здесь, в принципе, вот смотрите, и можно видеорегистратор вставить, и, так сказать, еще какой-нибудь прибор, и чай вскипятить, все как бы пучком. Шумоизоляция? Ну, мы на зимней резине, не нашипованной, правда, но, тем не менее, на зимней, да. Да, вот, но, так сказать, ну как, ну шумновато, ну а что делать, так сказать, вот, видите, мы превратились в миллионеров, потому что человек, мне кажется, который, так сказать, покупает машину за миллион, он в априоре миллионер, то есть у него есть больше, чем миллион, рублевый миллионер, да, но вот, в принципе, конечно, должен терпеть шум. Такие у нас вот инфляционные, как бы, так сказать, процессы в обществе происходят. Ну, а что по поводу остального, что-то сказать, так все нормально, честно, я доволен этим автомобилем, вот, доволен именно с точки зрения повседневного использования. Конечно, глупо было бы говорить, что на этом автомобиле можно понтоваться или, так сказать, как-то, я не знаю, ловить какие-то нереальные кайфы, но, в принципе, да. Да, и несколько слов еще хотелось бы сказать, пользуясь случаем, товарищи, по поводу очередных разговоров по поводу запрета использования шипованной резины. Вот сегодня был очень показательный день. Вышел из дома, чуть не навернулся по полной программе вот в обуви, в обычной, потому что скользко, реальная налить. Ветер, дождь, потом минус там 3 градуса, все намораживается, надо сказать, и, значит, Росавтодор, я так понимаю, и просто Автодор, я не разбираюсь, что это за фирмы, но они, видно, хотят, чтобы их покрытие служило подольше, и они говорят, вот давайте на таких, на крупных трассах запретим ездить на шипах. Но, товарищи, так сказать, я вас прекрасно понимаю, хочется поменьше ремонтировать и побольше сэкономить на дороге. Потому что выдвигается тезис, что шипы выбивают из асфальта крошку, да, и, то есть, шипы привозят к более быстрому износу дорожного полотна. Но если мы хотя бы раз в месяц, или, не знаю, как сегодня климат, в какую сторону он будет меняться, и как все будет это происходить, но хотя бы если бы раз в месяц у нас есть ситуация, когда действительно люди просто летят, просто попадают на этом льду, то, в принципе, шипы-то на эту погоду, по большому счету, и рассчитаны. Вот. И как в этой связи, в принципе, выживать людям, да, которым надо работать, надо ехать, да, вот, это же безопасность все-таки. Давайте мы все-таки будем выбирать между, не между экономией денег и безопасностью, а между, так сказать, экономией безопасности эффективной и менее эффективной, да. Пускай эти самые автопроизводители шин делают шины с более элегантными шипами, чтобы они куда-нибудь там прятались, там, и так далее, и тому подобное, но нельзя лишать людей права на жизнь, потому что шип, да, это безопасность человека. Вот я лично выступаю за шипованную резину. А ты, Васенька? Да, из-за презервативы. С шипами. Да. В форме клюковки. Нет. Вот. Значит, вот такая вот, понимаешь ли, история. Я, честно говоря, сегодня нахожусь в несколько расстроенных чувствах, потому что вчера я этот матч видел, когда мы просрали 5-0 сербам. Сербы – наши братья. Вообще, в принципе, брату просрать не жалко. Но вот как-то это совпало с тем, что убрали из сборной именно Дзюбу. Понимаешь? А вот он мог руководить командой. А в итоге, получается, просрали. Как-то нехорошо. Мне кажется, что это была вообще спланированная диверсия, да, вот такая пошаговая, рассчитанная, да. Сначала человека вызывают в видеочат, потом соблазняют какими-то картинками, потом он анонирует потом. А потом все это приводит к тому, что 5-0. А потом мы скатываемся в группу «Б», правильно? В группу «Б», и все это может быть звенья одной цепи. Кто-то мне скажет, Серега, это, наверное, теория заговора, и ты не должен так рассуждать. Но мы должны посмотреть на события, которые привели к определенному результату. А результат какой? Без капитана, без командира, да, команда просирает 5-0. Вот итог-то какой, правильно? Значит, это диверсия, правильно? Диверсия. Я бы подключил службу безопасности ко всей ситуации. Раньше я говорил о том, что нужен судебный иск против тех, кто вскрыл личную жизнь капитана. А теперь я скажу так. Это диверсия, направленная против государства. Вот. Так что расследовать должны самые высокие, понимаешь ли, структуры и все это дело, правильно? Я считаю, что мы всем народом должны встать на защиту. Да. Вот, руки на одеяло. Короче говоря, все, пока. Новая рубрика. Обзор подарков. Анпэкинг. Достатки для Сергея Стилавина. Сергей. Ан кто? Анпэкинг. Подарков. Это модно открывать подарки сейчас на ютубе. Подарки открывать? Нет. Я, вы знаете, на улице не могу открывать алкоголь. Потому что все, что мне дарят, это алкоголь. Помните, как пела это как его? Арбакайте. Но все, что тебе надо, это любовь. А я скажу так. Это бухло. Но я не алкоголик. Я всех призываю пить аккуратно. Вот именно. Кому любовь, кому алкоголь. Смотрите дальше.